Сочи учебный год начнут с профилактики экстремизма и терроризма. На безопасность школы детсадов выделено 100 миллионов рублей. Найден новый инвестор для достройки жилого комплекса «Курортный». Он готов выполнить все обязательства прежнего застройщика. В Сочи на один кинотеатр стало больше. Теперь хостинцы могут смотреть премьеры в формате 3D. Величайшее благо – дарить счастье другим. В Сочи куклы расскажут известную притчу. Уже создан один персонаж. Учителя провели в Краснодаре Петсовет. На совещании обсудили развитие образования в регионе, строительство школ и кадровое обеспечение. Планы на год строят в новой школе на улице Героя Яцкова. Сегодня ее показали руководителю региона. Это первая школа в крае, которую построили с нуля за последние 10 лет. Там будут обучаться больше полутора тысяч детей. Аудитории и лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Дети и подростки смогут изучать робототехнику, кулинарию, информатику, черчение. Таким образом, ребенок уже в школе может попробовать себя в будущей профессии. Среди преподавателей – опытные педагоги и молодые специалисты из других регионов страны. В их руках формирование личности ребенка. И здесь это сделают. На отлично, уверен губернатор. Когда спрашивают, что бы ты хотел поменять в твоем жизненном пути. И все говорят, нет, ничего. Я считаю, что все очень удалось. Сейчас можно смело говорить, что школьные годы можно поменять. Такую школу точно. И настолько все интересно, настолько все помогает, на самом деле, развить в себе различные грани, которые даже мальчишка или девчонка, которые придут в школу и даже не подозревают, что у них есть такие таланты. Потому что в каждом кабинете какое-то открытие. В каждом. И каждый из них сможет себя по-новому открыть. В этом году на Кубани откроют еще 9 школ. До конца года новые учебные учреждения появятся в Армавире, Новороссийске, Славянском районе и Краснодаре. В целом на развитие образования в 2018 направят больше 80 миллиардов рублей. Наружные камеры видеонаблюдения и электромагнитные замки, меры по обеспечению правопорядка и безопасности в День знаний обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Прозвучал доклад и о результатах ремонтных работ, и в целом о готовности образовательных учреждений к учебному году, в котором особое внимание школы будут уделять профилактике экстремизма. На подготовку сочинских школ и детсадов к новому учебному году краевым и муниципальным бюджетами было выделено 100 миллионов рублей. Еще 30 – это спонсорские средства от так называемых шефов. На эти деньги образовательные учреждения не только отремонтировали здания, но и позаботились о дополнительных мерах безопасности. Охрана и кнопки тревожной сигнализации – это полдела, отмечают власти курорта. Камеры видеонаблюдения должны охватывать весь периметр школьных дворов. То же касается детских садов. А в целом за антитеррористическую безопасность отвечают директора образовательных организаций. Большинство поставленную задачу выполнили. Претензий нет как у правоохранителей, так и у главы города. Анатолий Пахомов проинспектировал все учреждения образования города. Но тем не менее, чтобы еще больше уделить внимание безопасности, нами принято решение о выделении финансирования. Финансирование выделено. И в течение месяца, в сентябре, максимум до конца года, в школах каждый сантиметр периметра забора должен просматриваться на мониторах. Это будут беспрецедентные меры, если не будет хворать у нас человеческий фактор. Безопасность в наших руках. Быть бдительны, быть внимательны. Ну и, конечно, мы, власти города, правоохранительные органы, директора школ, должны обеспечить полную безопасность. И в День знаний, и, конечно, весь период учебного года. Все наши учреждения имеют периметральное ограждение. И было замечание Росгвардии. Были даны рекомендации поставить электромагнитный замок, что мы и сделаем до 1 сентября. Во многих учреждениях уже эта работа проведена. Необходимые перед началом учебного года мероприятия по обеспечению безопасности в эти дни проводят сотрудники сразу нескольких отделов полиции. Основная задача – это обеспечить безопасность на всех уровнях. Под особым контролем организации безопасности дорожного движения проводятся обследования уличной дорожной сети. Также непосредственно перед началом учебного года кинологической службой будут проверяться все школы и дошкольные учреждения. А вот другие меры профилактики экстремизма и идеологии терроризма в обновленных школах уже будут проводить сами учителя. В молодежной среде эта работа необходима, подчеркивает Анатолий Пахомов. Мы назначаем ответственное лицо в школе, которая следит ежедневно за изменением федерального перечня тех материалов, которые считаются экстремистскими на сайте Минюста Российской Федерации. Эта работа ведется систематически. В четвертом классе все учащиеся изучают предмет основы религиозных культур и светской этики. Все общины национальные – это частые гости в наших образовательных организациях. К слову, праздничные линейки в сочинских школах состоятся в субботу, 1 сентября. А вот третьего, в первый учебный день, который совпадает с Днем солидарности в борьбе с терроризмом, во всех образовательных учреждениях города пройдут занятия по учебной эвакуации. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». Переход с аналогового на цифровое телевещание состоится 1 января. Однако аналоговое вещание продолжится в населенных пунктах численностью больше 100 тысяч человек. В Краснодарском крае это такие города, как Краснодар, Сочин, Аверосийский, Армавир. Изменения не коснутся также обладателей спутникового и кабельного ТВ. Для просмотра же цифровых программ потребуется телевизор, выпущенный не позднее 2013 года и поддерживающий формат DVB-T2. Можно адаптировать старую технику с помощью цифровой приставки. Эфирные телеканалы останутся бесплатными. Сочи возглавил топ курортов России по итогам лета. Рейтинг составлен исходя из количества забронированных номеров в отеле. Сервис бронирования «Жилья Твилл.ру» опубликовал рейтинг самых популярных курортов России. Самым востребованным городом для туристов стал Сочи. Далее идут Ялта, Феодосия, Евпатория, Анапа, Алушта, Судак, Геленджик, Алубка и Ейск. Аналитики выяснили, что российские туристы бронировали отдых на курортах Краснодарского края от 8 до 9 ночей и тратили на проживание от 2100 до 2500 рублей в сутки на семью с детьми. Самым дешевым вариантом отдыха стал Ейск. А вот самое дорогое жилье в Ялте. Найден новый инвестор для достройки жилого комплекса «Курортный». Решение об этом было принято на собрании кредиторов ЖК. Организацию встречи нового застройщика Шамиля Нунаева и дольщиков комплекса взяла на себя мэрия Сочи. В 2014 году застройщику Юрию Огоняну было выдано разрешение на строительство 53-этажных домов. По факту во многих домах оказалось от 5 до 7 этажей. Кроме того, неоднократно допускался прорыв магистрального водопровода, проходящего через стройплощадку. В результате без воды регулярно оставался целый район. Суд обязал Огоняна выполнить противооползневые работы. Предписание застройщик проигнорировал. Все это и стало причиной отзыва разрешения на строительство. К тому же деньги с дольщиков Огонян собирал по предварительному договору долевого участия, учитывая имеющийся запрет на привлечение средств граждан. А это очередное нарушение законодательства. Кредиторам администрация рекомендует писать заявление в полицию о мошенничестве. Само же руководство курорта ищет пути выхода из банкротства жилого комплекса «Курортный». На первом собрании кредиторов Анатолий Пахомов представил нового инвестора и рассказал о помощи, которую мэрия готова оказать для того, чтобы 434 семьи поскорее въехали в свои квартиры. Сейчас новому застройщику придется сделать проект. Естественно, что дома, которые у него построены под линией электропередач, придется сносить. Мы, администрация города, гарантируем, но на него, что мы поможем в плане того, что будет утвержден новый проект, по сути дела, который пройдет экспертизу. Естественно, при выполнении всех норм и правил, в том числе правил застройки города Сочи. Новый застройщик, который считается на курорте одним из самых надежных, озвучил обманутым дольщикам свои планы по достройке проблемного объекта. План такой, если мы договоримся в те дома, которые, чтобы вы в первую очередь получили свои площади, те, кто в 35-40 доме, в этих тех, которые уже построены, и в первую очередь будет доводить их до конца. Ту квадратуру, которую вы приобрели, на нее уже согласились в тех домах, которые уже построены. Обязательства предыдущего застройщика Нунаев выполнит, но для этого ему необходим новый проект. Безучастными не останутся и сами обманутые дольщики. Объект необходимо обеспечить инфраструктурой, поэтому на встрече с кредиторами присутствовали и руководители предприятий жизнеобеспечения курорта, которые готовы выступить подрядчиками. Очень приятно, что администрация стала заниматься проблемами дольщиков, и то, что сейчас они находятся здесь, в зале, и, в общем-то, этот зал предоставлен при содействии администрации. Это очень важный и очень позитивный момент. Хотелось бы, конечно, чтобы они действительно вот так, последовательно, как сегодня, один за другим подтверждали свои намерения и своими действиями. Публично заявив, что они намерены помогать застройщику, хотелось бы, чтобы они сдержали слово. Разрешение на строительство ЖК-курортно у застройщика должно быть уже на следующей неделе. Ну а следующая встреча с дольщиками намечена на 14 сентября. В этот день планируется утвердить новую дорожную карту. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. В Сочи на один кинотеатр стало больше. Кинозал открылся в Доме культуры «Луч». Теперь хостинцы могут смотреть премьеры в формате 3D, не выезжая из района. Собираться на площади перед «Лучом» хостинцам не впервой. Здесь традиционно вместе отмечают все праздники. Но впервые за последние годы здесь всерьез заговорили о кино. Выставлены афиши, звучат песни и мелодии с фильмов. Через площадь пролегла красная дорожка. И, как стало известно, уже готов репертуар. Заключены соглашения с прокатчиками. 50% всех фильмов, которые будут показаны здесь, это отечественные кинофильмы. И мы с вами являемся свидетелями того, что сегодня отечественное кино возрождается. А это говорит о том, что наши муниципальные кинотеатры, и это еще будет один из муниципальных кинозалов города Сочи, будут востребованы нашими жителями. По красной дорожке идут не звезды, а жители района. Для них внутри и первое представление. Вальс под мелодией из отечественного кино. Здесь же первые фотографии Дома культуры. В этом году «Луч» отмечает 60 лет со дня открытия. Столько же выставленным в зале старым бобином. Именно в таких перевозили киноленты. Сегодня же в аппаратной современная техника. Все оцифровано и автоматизировано. Теперь кинотеатр «Луч» будет предлагать тот же репертуар, что и вся сеть муниципальных кинозалов курорта. В Сочи куклы расскажут известную притчу. В сентябре в театре кукол «Саквояж» стартует новый театральный сезон. К его открытию здесь готовят спектакль по притче американского писателя Шелла Сильверстейна «Щедрое дерево». До премьеры осталось чуть более трех недель, и в театре продолжается активная подготовка. Расскажет Ольга Десятого. В небольшой мастерской Романа Соколовского поселился новый герой с простым именем «Мальчик». Сначала он родился идеей у сочинского кукольника. Затем переселился на бумагу, где были четко проработаны детали его образа. После куклу слепили из специального пластика и подарили радость движения. Он – марионетка. Это кукла-марионетка, наша любимая театральная система. В театре кукол «Саквояж» мы часто стараемся это использовать. Это пластик, то есть специальный пластик, который для кукол очень подходит, очень удобен. Мальчик – герой нового спектакля «Щедрое дерево» по известной притче американского писателя Шелла Сильверстейна. Это философский рассказ о счастье, наслаждаться которым – это большая радость, а дарить его другим – это еще большее удовольствие и благо. Я хочу сделать так, чтобы в нем собрался весь такой спектр человеческих эмоций, чтобы дети могли, и взрослые могли, и посмеяться где-то, где-то и запереживать за главного героя, а где-то и погрустить немного, потому что грусть – это тоже очень такое чувство хорошее. Мальчик – это пока единственный из готовых персонажей новой постановки. Его дублеры – это он же в юности, зрелом возрасте и старости, еще в процессе создания. Декорации тоже пока только на бумаге. На сцене раскинется сад, как метафора всей жизни. Конечно, там будет живой план, естественно, актер в живом плане. Это будет общение такое, непосредственное общение со зрителями. И, конечно, там будет теневой театр. То есть театр теней будет появляться в какие-то определенные моменты. Очень много световых таких решений, неожиданных, которые, я думаю, что тоже понравятся и будут в контексте этого спектакля. Притча «Щедрое дерево» уже стала классикой и входит в школьные программы многих стран мира. А уже в середине сентября в интерпретации театра «Саквояж» будет показано широкой публике. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». 27 августа исполняется ровно 91 год со дня рождения выдающегося сочинского художника-озеленителя Сергея Ильича Венчагова. По-южному роскошные зеленые уголки Сочи – это плод его трудов. Уникальные произведения ландшафтного искусства. Это о его работах. Скверы гостиницы «Москва» и зала «Фестивальный», зеленый уголок возле бывшей филателии, сад российско-японской дружбы и, конечно, фитофантазия. Венчагов выработал свой сочинский стиль озеленения. Активно вписывал в общую концепцию скульптуры из дерева и коряги. К сожалению, не все его творения сохранились, но некоторые до сих пор радуют гостей и жителей курорта. В той же фитофантазии возле Зимнего театра на небольшом участке высажено более 420 видов экзотических растений. Это один из популярных туристических объектов в центре города. Ученики Сергея Венчагова, к слову, продолжают работать в Сочи. Футбольный клуб «Сочи» вернулся в гонку лидеров. Кубанское дерби «Сочи-Армавир» завершилось со счетом 0-3. Игру восьмого тура первенства футбольной национальной лиги сочинский клуб провел на выезде. С первых же минут сочинцы начали прессинговать соперника на его половине, постепенно подбираясь к воротам. Финальный свисток зафиксировал победу «Сочи» со счетом 3-0. Это возвращение клуба в шестерку сильнейших команд лиги. Благодаря этой победе «Сочи» набрал 14 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Следующую игру наш клуб проведет 1 сентября с лидером ФНЛ командой «Краснодар-2». Эта встреча станет третьим подряд кубанским дерби. В студии «Гладка» Академии Красоты Ника начался сезон скидок. Можно приобрести безлимитный годовой абонемент со скидкой в 60%. Все подробности в нашем сюжете. Студия «Гладка» в Сочи работает более трех лет. В центре города она расположена на базе Академии Красоты Ника. Здесь современное косметологическое оборудование премиум-класса. А уровень специалистов достаточно высокий, что позволяет доверять профессионалам в решении любой косметологической проблемы. У нас работают специалисты все с медицинским образованием. Это не только профессионалы своего дела, но также они именно вкладывают душу в свою работу, что естественно как раз поднимает настроение нашим клиентам. Какая из женщин не мечтает о совершенстве? Задача косметологов – сохранить и приумножить естественную красоту, а еще придать каждой из дам уверенность в себе. Если честно, поражена, я такого не ожидала. Поэтому я и прихожу сюда. Мне здесь очень нравится, очень дружелюбная атмосфера, мне нравится сам салон и расположение. Сейчас можно приобрести безлимитный годовой абонемент со скидкой до 60%. И вообще здесь при любой косметологической процедуре своя система скидок. Хитом сезона считается карбоновый лазерный пилинг. Его можно делать даже в жаркий период времени. Не менее популярно – фотоомоложение лица. Это один из методов фототерапии, который позволяет сделать кожу более упругой и улучшить ее внешний вид. Здесь в одном месте можно сделать и фотоэпиляцию, и уход за лицом. Это очень меня радует. Также здесь действует система скидок накопительная. И я советую, рассказываю своим подружкам про то, что я делаю. Они интересуются, приходят на услуги, и я получаю кэшбэк. Найти Академию красоты Ника несложно. Она находится и в центре Сочи на улице Парковой, 32, и в Адлере. Студия «Гладко» на улице Карла Маркса, 23. Время работы ежедневно с 10 до 20 часов. Телефон для справок 8 928 458 32 88. Вся информация на сайте 3W-1-2-3. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok